Таллинг Мюзиквик 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 Виру Кескуси большая сцена, ну, стоит обычно Наталья Мюзиквики. И начнутся они со вторника, эти концерты, то есть идите за программой, там тоже каждый для себя найдёт, мне кажется, что-то интересное. В стиле, опять же, Наталья Мюзиквики от классики до фолка и хип-хопа, и металла, и всё, всё... Что бы ты посоветовал ни в коем случае не пропустить? Какие конкретные концерты? Я, конечно, могу свою сцену посоветовать не пропустить. Я делаю сцену уже, то есть мы делаем уже шестой год. Мы одни из немногих именно русскоязычных промоутеров, которые сотрудничают с Талли Мюзиквик. Это связано с нашим фестивалем «Манка Бутик» по фестиваль, который мы делаем летом. А в рамках ТМВ мы делаем 1 апреля шоу-кейс. Это будет в клубе «Кельм», маленький клуб, не резиновый. У нас будет 10 групп из России, из Эстонии, из Голландии, из Белоруссии, из Литвы. Например, из России будет выступать Алиса Вокс. Она споет ее как-то? Нет, вряд ли она ее споет. Она начинает творческую сольную карьеру, да, и вот это для нее такой редкий концерт в андеграундном клубе, то есть это довольно интересно. А в каком стиле она поет? Она поет поп, поп-музыку, то есть клавиши, ну живой бэнд, барабаны, клавиши, все живое у нее. И она на этом фоне поет… С такими вокальными данными она может петь даже без бэнда, просто одна на сцене. Без ансамбля. Одна, да. Мы решили как бы пойти на такой эксперимент, то есть пригласить вот Алису Воксу, которая выбирает к себе каждый промоутер, то есть выбрать такого человека, который, в принципе, играет поп-музыку. А как ты оцениваешь ее перспективу? Потому что когда она ушла из знаменитого коллектива, то Шнур говорил о том, что в общем-то у нее нет шансов. Ну как, она сейчас сделала вообще-то проект с одним известным в узких кругах питерским музыкантом Феликсом Бондаревым EP, и это такая очень молодежная музыка в стиле пост-панк, и то есть именно это ближе к какому-то андеграунду, наверное, и к интернету, всяким площадкам, которые в России популярны. На самом деле, в России же много разных есть плоскостей, да, музыки, потому что очень много людей живет, и я думаю, что она найдет свою нишу, и мы увидим это одним из первых, кстати, вот в Таллине, то, что с ней вообще произошло. Скажи, пожалуйста, а как отбирают музыкальные коллективы для Таллиной музыки? А каждый на свой вкус отбирает, то есть, грубо говоря, группы подают заявки, которые мы смотрим, промоутеры, отслушиваем, коллективы, или мы знаем уже кого-то из этого списка. То есть тебе тоже присылают, да? Они присылают всем, это общая база, которая смотрит все промоутеры, то есть даже мы там можем за артистов как-то так, типа, бороться, да, потому что это какая-нибудь... Ну, я, например, знаю русские группы, потому что, то есть мои коллеги с эстонской стороны... За кого ты боролся? Да в этом году как-то не за кого особо, как-то у нас совпали все... Разобрали по полочкам. К общему удовольствию, как говорится, да. То есть, но мне нравятся разные артисты, то есть вот голландцы у меня будут играть, там, не знаю, из Литвы очень хорошая группа Deeper Rapper, они такие очень, мне кажется, они когда-нибудь станут популярными в Европе, когда-нибудь. А какие стили на фестивале, ну, на... Ну, в основном это то, что связано с independent, то есть инди-музыка, да, то есть вы знаете, такую приставку, например, идет инди-рок или инди-поп, инди-что? Это как-то с индией связано или с чем это связано? Нет, это связано с словом independent, независимый. То есть, и это группы, которые, в принципе, играют в поп-музыку, но они не подписаны на большие какие-то лейблы, там, они к этому идут, конечно же, потому что сейчас, ну, если ты хочешь зарабатывать деньги, тебе надо, там, подписаться на что-нибудь, да, или сами распространяют. То есть это вот в основном поп-музыка или, там, рок-музыка, но она вся независимая. Но, действительно, из Канады даже будут артисты, то есть откуда только-нибудь из Японии будет, кстати, вечеринка, японские только артисты. Ну, это говорит о масштабности этого мероприятия, да? Да, то есть Кайм-Музи-Пик очень растет, он считается, по-моему, сейчас одним из самых крупных в Европе вообще фестивалей. В следующем году нужно менять название, называть Baltic Music, там что-нибудь такое. А такое и есть, я думаю. Есть, да? Где-нибудь в Финляндии. Ну, я думаю, что вы что-нибудь, организаторы, классное придумаете. Руслан, слушай, а у тебя, вот, если бы ты мог помечтать и представить свой день мечты, он какой был бы? Мой день мечты, это чтобы я по лесу ходил за этот день один, и погода хорошая была, наверное. И инди-музыканты из-за каждого дерева. Нет, чтобы тишина была, глобальная тишина, я устал от звуков. Музыка. 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 Музыка.